Снова представитель международной марксистской тенденции Ивану Лохову. Ивану Лохову, да. Здравствуйте, товарищи! Сейчас, здесь, сюда, мы вышли для того, чтобы сказать свое слово, обратиться к людям о необходимости борьбы с кризисом. Звучит смешно. Знаете, когда каждый из нас приходит в магазин, приходит на свое рабочее место, он понимает, да, надо бороться с кризисом. Проблема в том, что непонятно, что делать. Капиталисты, правильно, они-то говорят, ну да, кризис, что мы можем сделать? Рубль упал, что-то там еще упало. На самом деле, они говорят правду. Действительно, мировая экономика давно всерьез поражена тяжелой болезнью. Начиная с конца нулевых, мир так и не вышел из рецессии. Одна страна за другой проваливается в коллапсы экономические Греции, Аргентина, Россия. Но какой ответ должны мы, коммунисты, дать? Нельзя вылечить эту болезнь. Можно уничтожить тот организм, который порождает эти ужасные явления. Голод, нищету, безработицу. Сейчас жестко стоит вопрос. Либералы, они говорят, ну, коррупция, плохое управление, изоляция России привели к кризису. Это ложь. Кризису привело само положение России в мировом разделении труда. Сама капиталистическая система на спаде приводит к краху рынков, к краху сырьевых рынков, к нищете в безвозглевающих странах. Это нормально. Это страшно сказать. Но для капитализма то, что сейчас происходит, это нормально. Капиталисты, они пытаются вытащить себя за волосы путем различных экономических авантюр. Они выбрасывают там доллары на рынке, манипулируют ценами, пытаются отсрочить крах капиталистической системы. И им подпевают либералы, да, они говорят, ну вот там, коррупция. А откуда в этой стране коррупция? Она из 90-х, когда здесь была массовая приватизация, и когда все начальники, все администраторы были полностью коррумпированы, когда они за деньги приватизировали заводы, когда коррупция стала сердцем экономической системы в этой стране, и остается до сих пор. Откуда вот это вот, то, что сейчас происходит в медицине, эти кошмары, когда на самом деле миллионы людей умрут, в прямом смысле слова, в результате реформы медицины. Откуда это? Это от безумной реформы здравоохранения, которая началась в 90-е, когда эффективную относительно государственную систему здравоохранения разрушили, и сказали, будет у вас система страховая. Ну ничего же не изменится. Просто нам советники сказали, Международного валютного фонда, что это понтово иметь страховую систему здравоохранения. А вы знаете, что произошло? Это страховая система здравоохранения, это рыночный механизм, он работает сам по себе, работает в интересах прибыли. И вот он, как червь, 10 лет там работал внутри, а теперь выяснилось, что этого червя пасть вот такая вот. И он готов сожрать все, на самом деле, завоевания социальные, волосы здравоохранения, лишить людей на какому-либо доступу к доступной бесплатной медицине. То же самое касается международного положения. Вы знаете, когда либералы там разваливали Советский Союз, когда они, игнорируя право нации на самоопределение, совершенно, там, чеченцы, они не имеют права, потому что это автономная республика. А если союзная республика, это хочется, пошли вон. Они заложили мину, которая неизбежно должна была привести к гражданским войнам, к межнациональным войнам. Когда эта мина взорвалась, они сказали, ой, что же это происходит? Она взорвалась, странно. Мы по ней прыгали, прыгали, а вдруг она это взяла и взорвалась. Понимаете? То же самое происходит с правами человека, с выборами. Когда в 96-м году они фальсифицировали выборы, все эти Немцовы. Когда в 93-м году они расстреливали Белый дом. Они что, думали о демократии? Они и сейчас не думают о демократии. Знаете, два сапога пара. Путинский режим, бенопартийский режим. Он стоит одной ногой на обмане рабочего класса, а другой ногой стоит на этих вот либералах на самом деле. И они такая же опора, просто опора режима, ничего больше. Конечно, сейчас эта нога пытается выскочить из-под него. Надеются, что режим сам свалится, а бенопартийским режимом это бывает. Ну и они установят прямую власть класса. А что это прямая власть класса для нас, для рабочих, для трудящихся? Она что, будет лучше? Да не будет она лучше. Это все ложь о выборах, о правах человека. Мы видели в 90-е эти выборы, эти права человека. Рабочий человек, он как будет трудиться за копейки, как раб трудился за копейки, будет трудиться за копейки. Необходимо изменить все отношения в обществе. Деньги должны перестать быть всеобщим эквивалентом. Люди должны объединиться в процессе труда. Только рабочие могут изменить этот мир. Потому что это единственная сила, которая столь многочисленная, столь организована, что она сильнее всех. Сильнее корпораций, сильнее государства, сильнее капитала, товарищи. Но для того, чтобы рабочий класс объединился, мы все должны агентировать, убеждать, пропагандировать идеи, революционные идеи, людей революционного марксизма. Здравствуйте, революция, товарищи!